Всем привет! Меня зовут Максим Епихин, с вами сообщество MyCryEngine и это очередной видеоурок по движку CryEngine 3.5.8 FreeSDK. Итак, собственно, по маленькой заявочке и анонсу, который я писал в ВК, сегодня мы реализуем нашу дорогу, также мы реализуем небольшую систему погодных условий стандартным методом без программирования, то есть, проще говоря, объектами, которые нам дают при старте. Итак, начнем с того, чтобы создать дорогу. Для этого давайте быстренько накидаем какой-нибудь тиран, приличный для дороги, но 21 этого, я думаю, будет достаточно. Какой-нибудь вот такой. Так, опираясь на это, будем еще его тут дорисовывать. Так, сделаем. Тиран готов. Не закрывая панельку, переходим в MISC. Road, нет, рано, рано. Значит, выбираем удобное для нас поле зрения, чтобы мы могли начать грамотно дорогу делать. Нажимаем кнопку Road, вставляем точку. А, вот это же, забыл сказать про эту настройку. И вот таким вот образом мы... Не мешает этой фигне, на самом деле. Вот, давайте делать контрольные точки. Так, вот сюда, 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 и туда. Два раза кликаем. Дорога заканчивается. Так, ну вот, у нас, собственно, все розовые кружочки. Вот так отдалим, чтобы видно их было лучше. Это являются наши ключевые точки. Так, ну теперь... Так, давайте это пока сюда пришпандорим. Закроем и нафиг, на самом деле. Пока что. Ну вот, просто теперь мы дорогу выбрать... А, вот выбрали, все. Теперь поговорим... Не по очереди обо всем, а о самых важных вещах. Это Road Parameters. Он один. Собственно, эта кнопка, она... Вот видите, вот эти все изгибы. Вот эти все. Собственно, эта кнопка, она подгонит хейдмап наш, то есть карту высот, под эту дорогу. И сделает, соответственно, оно на протяжении вот этого всего ровненько, видите, уже на типе ровненькая дорожка. Так, выровняли, теперь поговорим о редактировании ключевых точек. Для этого есть Spline Parameters, в котором мы в Shape Edit выбираем Edit, выбираем точку. И перемещаем, крутим... Лучше перемещать. И, соответственно, при перемещении, вы смотрите так вот, у нас вот эта вот синяя, синяя вот эта штука, видите, надеюсь, вот, вот, хорошо видно, синяя. Она поднимается, то есть это как проекция нашей дороги. Ну давайте поднимем. И кнопку Edit отжимаем, нажимаем. Теперь Alleghen Headmap. И вот создается новый переход. Цветовые гаммы это, например, показатель высоты перепадка. Чем темнее, или там подсвету разных, тем медленнее будет подниматься машина, там, персонажи и так далее. Следующий параметр, который мы размещаем, это MTD, MTL, то есть материал. Материал находится в папке, вот так кликнем, да, находится Materials, Rhoads, и выбирайте, что вам надо. Ну, я выберу вот эту. Нажму вот эту кнопку, Segan Item to Select Object и закрою. Теперь у меня появилась затекстурированная дорога. Нажимаем Ctrl-G, переходим в игровой процесс. Вот, собственно, наша дорожка. Теперь проверим эту гурочку. Вот, все ровненько. Ну, вот видите, у нас показывает, что No Surface Type, потому что нет материала для кирайных, на котором нет материала, как бы, не на что создавать декали. Итак, следующий параметр это ширина, ширина рамки и так далее. Я думаю, с этими... Ну, давайте я некоторые покажу из них. Ширина дороги. Не понимаю, что, конечно, что это такое. Может, какой-нибудь коллайд, но не знаю, что на дороге вот она вот изменяется вот тут. А, ответственно, единица вообще узенькая. Step Size это вот, видите, видите, это вот эти промежутки. Чем меньше значение, тем дорога будет более гладкой. Если я поставлю, соответственно, 4, ведь она уже не так идет. на самом деле изучение идет на трактыр, да, я так это называю. Кликаем, изучаем, что происходит. Так, дорогу создали. Все, первая часть видеоурока подошла к финальному отличному концу, потому что все получилось. Теперь создаем погоду. Тоже стандартными средствами. это создается не в particle entity, это создается в entity. Дальше так надо вспомнить. Нет, не рендер, сейчас. Честно, я не... Вот, environment. Но тут создается только некоторые. Например, Смотрите, какой жесткий дождь. просто хардкор. Нам не выгодно эту панельку здесь поставили. Нам нужно это отредактировать. Ставим количество, чтобы степень ее как будто. Так, теперь мы ставим так. параметр что-то не изменилось. На самом деле это разжение дождя. 10 поставим. Так, 10 не ставим, 100 ставим. 150. рейндроп. Рейндроп это уже с каплями дождя связано. Маунт 0,1 они будут все маленькими. Единицы будут все толстыми. Ставим среднее между 0,5 и 0,1 это 0,25. Далее enable это как бы включить и отключить. Свет даже давайте выставим. Не знаю, я не готовил никакой цвет. Нажимаем ок. Давайте лучше серый видно будет лучше. Вот такой вот. чуть вообще теперь не видно. У нас хотя лужи получаются прикольные. Хорошие. Наставим белые для более хорошего показа. Так, ну собственно outdoor only это чтобы внутри домов ничего не было. выбрасывает тень, то есть с тень работает и качество тени. Дистанция, с которой мы видим дождь, то есть это параметры на дистанцию. Спрятать в игре, но отображать в редакторе, чтобы в игре не был дождь. при подключить ветер есть так это можно назвать. Ну и остальные параметры, которые вы можете редактировать. Outmount еще раз это количество дождя, если его можно так назвать. Турно это скоростью на самом деле. Потому что по скорости видно, что не очень изменяется. степень назвать серьезно. Также для дождя мы можем создать визуальный скрипт какой-либо, но об этом мы будем говорить позже. Splash Asmount кстати говоря это рейндроп спит. Может такой скорость падения дождя. Ливень сделали. Сделаем такой. рейндроп это размер капли. Здесь его не будет видно. Нажмем Ctrl G. Вот наш дождь так падает. ну чё-то не заметно как он ой 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 давайте увеличим радиус дождя где он был а я потерял радиус 100 1000 поехали да чё-то новодел как-то не очень зато создаёт лужи мокрые следы должны быть то есть лужи действительно рабочие и слышен мокрый звук бега к сожалению наверное вы его не слышите а вот а во вот были же были же вот видите капельки есть просто они маленькие и как раз этот параметр если вот так получится показать вам даже под водой дождь был вот капельки их размер мы можем увеличивать тут и стало больше этих капель так так вот так вот давайте вот смотрим как это изменяется ну вообще что-то не реагирует на этот параметр очень странно может бесплатная версия может что-то я неправильно понял когда изучал этот момент но да ладно собственно то что мы создали давайте теперь удалим его да удалить мы также можем создавать другие погодные условия стандартные например что такое шейк пока не очень понятно но давайте тогда не будем изобретать во время урока поговорим о том что действительно знаем торнадо вот действительно хороший торнадо даже со звуком по-моему и видите мы улетаем торнадо мало того что он подло двигается вроде да он двигается он конечно партиклы у него ужасные сделаны но следует в том что торнадо рабочий радиус его действия тоже обозначен окно в принципе по по стандарту это все у нас еще есть партиклы которые обычные они такой интеллектуальной системы как например дождь и торнадо не имеют для примера я покажу тот же самый дождь сейчас так чуть 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 до строить всего надо до строить размер размер 2 сейчас попробуем что-нибудь сделать на самом деле каунт скайл 10 так на самом деле я вот его вот тут вижу дребезжание нет теперь есть теперь нет так ну вот по размерам его как-то хорошенько бы настроить давайте размер 20 поставим ну нет дождя нету почему то так и но будем тогда изобретать как сделать дождь так что то он не работает давайте пока по другим пройдемся к этому еще потом вернемся snow heavy и вот тут раз на есть снег например вот этот снег я точно знаю что он рабочий у него такие же настройки в принципе как и у того дождя давайте я покажу на снеге как это все работает ну это размер time scale это скорость его падение как бы назвать scale это размер одной снежинки ну а га сразу пропадает может быть именно из-за этого так ну видим наш снегопад Снегопад. Вот, видите, к снегам он особо не ложится. Но зато у нас также снежные какие-то следы, которые должны оставить пыль. Так, а теперь вернемся. Ну и, соответственно, пару слов еще. Так же может оставить пыль и прочее, прочее, прочее. Все находится здесь, в этой вкладке Weather. А сейчас мы вернемся к нашему ужасному дождю, который отказывался работать. Почему-то так. Сейчас, одну секунду, я удалю его. И хочу проверить одну систему по снегу, которую мы добавляли. Вот, материал у него тут тоже не был выбран. Ага, ну, по-моему, даже, кстати, в путях могла быть какая-то маленькая незначительная ошибка. Так, 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 так. Каунт каилл 10. Все, как там, скайлл 10. Большие сделаны. Тайм 2. Вот. Ну, смотрите, ничего не работает почему-то с этим дождем, даже если приподнять его. Давайте попробуем, конечно, выбрать какой-то материал. Не знаю, не знаю, не знаю, какой-нибудь такой, чтобы заметно было, если что. Тире и тире точно не будут ображаться. А, давайте партиклы. Fire glow. Сигант у материал. Ну, и, соответственно, что-то он не пашет. Может быть, это как раз проблема движка или моих кривых рук. Скорее всего, кстати. Так, сейчас там, по-моему, папочку откроет. А, нет, вот Space Loop. Уже его более утонченная настройка. Вот, ну ладно, с этим мы сейчас particle effect не будем разбираться, потому что что-то вот это не работает. И, кстати говоря, это не относится... Опа. А дождик-то был, на самом деле. Так. А, подождите. Может быть, последняя попытка, и все, я от вас останусь. А, может быть, нам нужно было вот эту штуку включить. Ну, вот, видите, есть же что-то есть. Что похоже на дождик. Ну, я же не дурак же. Вот, вот, видно его, видно. Почему-то только вблизи он как-то ни о чем. Но, значит, это какие-то другие уже настройки, уже, соответственно, самого particle, а не настройки игрового объекта. Ну, ладно. Собственно, с погодой, наверное, мы разобрались. Простите, что получилось так. Плохо, в плане, что что-то не получилось, и, походу, пришлось разбираться. Тогда, всем спасибо за внимание. С вами был Максим Пихин, сообщество MacroEngine. Только что вы научились создавать погоду и дороги. Также поговорили чуть-чуть о добавлении разных партиклов и их свойствах. Спасибо за внимание. Удачи вам в разработке. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ждем ваших заявок, ваших комментариев и ваших вопросов, на которые мы будем очень рады ответить. Всем пока.